Приобретение лучевой трубки для атомографа, приобретение оборудования для лаборатории, для колл-центра, обеспечение кислородом всех коек инфекционного госпиталя. Это далеко не полный перечень помощи, которую Уральский электрохимический комбинат оказал городской медсанчасти за время пандемии. Сумма составила более 15 миллионов рублей. Естественно, это огромная помощь для больницы и для всех горожан. В целом, я хочу сказать, что у нас такое хорошее взаимодействие налажено с нашими медиками, с ЦМСЧ-31 и с Морозовым Андреем Юрьевичем. В частности, у меня практически ежедневно, если мы общаемся по тем или иным вопросам, это правда. Это правда, кроме того, что там у нас работает городской штаб и так далее. И мы, конечно же, я мониторю, какую помощь мы еще, кроме этого, можем оказать. Как мы знаем, объем тестирования в нашем городе составляет 500 анализов в сутки. Это примерно в два раза больше, чем в других городах Свердловской области. Поэтому и выявляемость COVID-19 у нас на территории больше. Уральский электрохимический финансово поспособствовал приобретению реагентов и оборудования для лаборатории. Кроме того, при расширении инфекционного госпиталя, а он теперь располагается в том числе и в детском отделении, в одном из терапевтических отделений стационара, ко всем койкам будет подведен кислород. Они вышли с просьбой сделать новую разводку для кислорода, подачи на новые койкаместа, скажем так. И комбинат нашел такую возможность. У нас есть специалисты, и мы эту работу ведем. Она уже практически завершается. Там проблема маленькая осталась. С тем, что это запорные арматуры регулировочные, но их прямо сейчас нет. Но их обещают, где-то в ближайшее время они на подсходе, и тогда будет возможность закончить эту работу. И новые койки места для возможных больных, для госпиталя, они будут оборудованы подачей кислорода. Еще один значимый момент в оказании помощи – оборудование дополнительных мест в колл-центре, который располагается на базе третьей поликлиники. Сам колл-центр имел шесть оборудованных рабочих мест. Однако в связи с пандемией, в связи с возросшим количеством обращений пациентов в поликлинику, их стало не хватать. Договорились на шесть новых рабочих мест, которые надо укомплектовать компьютерной техникой, другими рабочими приспособлениями, с тем, что можно было расширить до 12. Такая работа ведется. Мы источники финансирования определили, у нас такие деньги. Мы тоже предусмотрели, поэтому это будет сделано в ближайшее время. И что позволит, конечно же, уменьшить в первое время реакции. Потому что дозвон бывает, ну, иногда очень… Ну, практически иногда будет невозможно дозвониться, потому что линия занята. То есть этих шести рабочих мест явно сегодня недостаточно. Поэтому такое решение тоже мы проработали. Что касается поддержки волонтерского движения, то комбинат выделил более двух миллионов рублей на покупку продуктовых наборов. И эти наборы волонтерами УХК сейчас доставляются нуждающимся горожанам. Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Нам повезло, что в нашем закрытом городе есть возможности и механизмы для оказания такой вот помощи градообразующим предприятиям, а также топливной компанией ТВЭЛ и госкорпорацией Русатом для городской медсанчасти. И при необходимости, а она, скорее всего, возникнет еще не раз, комбинат продолжит оказывать финансовую или же иную помощь медикам. Альбина Бабкова, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.